Приветствую всех дорогие друзья, с вами как всегда недомайнер и в этом достаточно плотном 698 выпуске собраны исключительно самые интересные новости железа. А начнём мы сегодня с интересного поворота событий с драйверами Intel. Довольно неожиданно компания Intel открыла российским пользователям доступ к скачиванию программного обеспечения и драйверов для своей продукции, о чём сообщили известия. В этой всей истории думаю стоит напомнить, что ранее драйверы с российских и белорусских IP адресов были недоступны даже по прямой ссылке, причём неудобства испытывали не только обычные граждане. Ведь если верить известиям, то прежние тотальные ограничения мешали Intel выполнять договорные обязательства перед многочисленными компаниями работающими в России, в том числе и иностранными. Хотя важно отметить и то, что по адресам intel.ru и intel.com по-прежнему демонстрируются информационные заглушки с сообщениями о том, что компания прекратила деятельность в России и Беларуси. Между тем NVIDIA когда-то всё-таки собирается выпустить RTX 4070, и у нас теперь есть целое фото пустой коробки в эталонном исполнении от самого Дженсена Хуанга. Если кто не понял, то в этом всём есть определённая фишка, ведь 4070 Ti не выпускалась в эталонной версии Founders Edition, тогда как обычная 4070 судя по всему заимеет реф исполнения. С какого перепугу зелёные делают такие приоритеты по исполнениям даже представить невозможно, но по данным другого информатора, вместе с 4070 нам представят и RTX 4060 Ti, а ждать обе карточки стоит в первой половине этого года. Что касается информации на коробке рефа 4070, то из неё мы узнаём о наличии суперского питальника 16 пин и переходника к нему на два обычных 8 пин. То есть даже в обычной 4070 эти умники из NVIDIA умудрились делать 16 пин, хотя по всем показателям он ей абсолютно не нужен, но прогресс штука конечно сложная. Само же руководство корпорации Хуанга привело новую статистику экспансии видеокарт RTX, и сейчас этот показатель уже вырос до 40%. То есть если летом доля видеокарт с лучиками составляла около 30%, то сейчас это значение выросло уже до 40%. Плюс ко всему финдиректор зелёных говорит, что ADA Lovelace продаётся очень даже хорошо, но мы и конечно же поверим на слово, ведь прибыль растёт так же удачно, как и продаётся ваша ADA. Тем временем на планете Земля состоялся релиз OBS Studio 29.0, где главным нововведением стала реализация поддержки аппаратного ускорения AV1 на новых AMD и Intel в среде Windows. По сути поддержка AV1 означает, что пользователи OBS при необходимости могут легко снизить требования к битрейту видео или повысить качество изображения при том же битрейте. А вот появление поддержки RDNA 3 означает, что пользователи смогут использовать OBS для записи видео с использованием кодека AV1, но они не смогут передавать потоковое видео с использованием данного кодека, поскольку он пока не поддерживается стриминговыми сервисами. Между тем всеми любимый MSI Afterburner признан мёртвым проектом из-за проблем с лицензированием, о чём на форуме гуру 3D рассказал разработчик данного ПО, россиянин под ником Unwinder. По его словам, программа уже 11 месяцев не получала обновления, хотя он сам всё это время продолжал над ней работать. Причина таких проблем с лицензированием заключается конечно же в текущей политической ситуации, из-за которой MSI не может выполнять свои финансовые обязательства перед разработчиком. Причём очень любопытно, что тайваньская компания по-прежнему продолжает реализовывать свои компьютерные компоненты на российском рынке и в этом у неё проблем нету. Разработчик нам говорит, что чувствует мол пинает мёртвую лошадь и тратит энергию на то, что больше не нужно компании. Хотя он добавил, что может продолжить самостоятельно поддерживать AutoBurner и заниматься обновлениями приложения, но лишь в своё свободное время, поскольку данное направление больше не приносит ему дохода. Вся же проблема тут в том, что без MSI AutoBurner многие энтузиасты могут оказаться без удобной функции мониторинга, ведь поддержка той же EVGA Precision X была также прекращена. Но паниковать пока рано, ведь MSI отреагировала и сказала, что наша команда по маркетингу и бухгалтерия сейчас занимается этой проблемой и платёж просто не удалось успешно перевести на банковский счёт разработчика и они пытаются решить проблему. Ну а если вы присматриваетесь к видеокарте RTX 3050, то неплохое исполнение по хорошей цене сейчас можно взять на Алиэкспрессе. А ссылочку на продавца я как всегда оставил в описании. Из красного лагеря на этот раз прилетели довольно романтические новости, ведь наша Лизочка решила начать продажи Ryzen 7000 X3D 14 февраля. Ну а раз дата теперь известна, то напомню, что нас ждёт восьмиядерный 7800 X3D с частотой до 5 ГГц, 12-ядерный 7900 X3D с частотой до 5,6 ГГц и 16-ядерный 7950 X3D с частотой до 5,7 ГГц. А вот с обычными моделями Zen 4 без приставки X сложилась интересная картина, ведь по тестам они не сильно-то и отстают от старших братьев. Напомню, что все новинки имеют тёплопакет 65 Вт, а их максимальное потребление может увеличиться где-то до 90 Вт. Все же обозреватели отмечают, что несмотря на значительное снижение энергопотребления, 65 Вт процессоры совсем незначительно отстают по производительности, а при использовании Precision Boost Overdrive некоторые новинки даже могут обогнать чипы X-серии в некоторых сценариях. Хотя самое важное во всём этом деле это конечно же игровая производительность, где даже младший Ryzen 5 7600 на 11% обгоняет прошлый пред топ 5900X. То есть в нынешнем поколении AMD можно спокойно покупать процессоры без приставки X, если вы найдёте их ощутимо дешевле. И при желании вы можете просто включить Precision Boost Overdrive. Также AMD раскрыла больше подробностей о новых мобильных процессорах Ryzen 7040 поколения Phoenix Point, которые предложат до восьми вычислительных ядер на архитектуре Zen 4. Эти ноутбучные камушки являются единственными, которые используют передовой техпроцесс 4 нанометра, и в серию войдут три модели Ryzen 9 7940HS, 7840HS и шестиядерный Ryzen 5 7640HS. Сама же AMD пояснила, что процессоры не имеют поддержку интерфейса PCI Express 5.0, однако оснащены новой втройкой Radeon 780M с двенадцатью блоками на архитектуре RDNA 3. Кроме того, новые APU поддерживают стандарты оперативной памяти DDR5 5600 и LPDDR5X 7500, а общий объём поддерживаемой ОЗУ может составлять 256 ГБ. Компания Team Group представила модули оперативной памяти Elite DDR5 6400, которые соответствуют спецификациям JEDEC с 6400 мегатранзакций в секунду. Другими словами, это те модули ОЗУ, которые могут без использования профиля разгона изначально из коробки работать на частоте 6400 МГц, а этот стандарт памяти был принят JEDEC еще осенью 2021. Для обеспечения же стабильности на частоте 6400 и выше компания Team Group внедрила в модули ОЗУ новые компонент Client Clock Driver, предназначенный для усиления буферизации и стабильного обмена высокочастотными сигналами. Ну и вот этот компонент в перспективе позволит выпускать планки, способные работать на частотах до 9000 МГц и выше с учётом профиля разгона. И вот если честно, давненько не было новостей про Neon, который необходим для производства чипов, чья цена начала прям существенно снижаться. Как сообщает южнокорейский портал Korea Posts, используемый для работы лазеров газ на пике подорожал в прошлом году на величину до 19 раз, но теперь у производителей появились поводы для осторожного оптимизма. Напомню, что в прошлом году возникли проблемы с поставками неона из Украины и России, которые являлись крупнейшими поставщиками данного газа. А с конца февраля потребители начали скупать неон оптом, отправляя на склады, что только способствовало дальнейшему росту цен. Если обычная цена до начала украинских событий составляла в Южной Корее где-то от 1300 до 1600 долларов за 47 литров, то в пиковый момент она выросла до 24 101 доллара. Теперь же цена постепенно возвращается к прежнему уровню и сегодня колеблется в пределах 4000 долларов за 47 литров, что менее 20% от пиковой стоимости. Немалую роль в таком снижении цен сыграл проект по локализации производства в Корее, ведь компании POSCO и TMC впервые довели технологии производства и очистки неона в стране до нужного состояния. Также стали всё активнее использовать газ из Китая, хотя компании из КНР предсказуемо подняли цены на свою продукцию. Да и их газ прежде тоже считали недостаточно качественным. И на финалочку я оставил новые блоки питания от Be Quiet, которые вошли в серию DarkPower 13 и будут продаваться на 1850 и 750 Вт. Все эти новинки соответствуют стандарту ATX 3.0 и имеют сертификацию 80 Plus Titanium, указывающую на КПД до 95,8 %. Каждая модель новых DarkPower 13 конечно же оснащена одним проводом 12VH Power, способным выдавать до 600 Вт мощности на видеокарту. Но важно понимать, что тут есть и обычные 8 пин. В продаже эта новая серия появится с 24 января и за 1000 Вт попросят $290, за 850 250, а модель мощностью 750 Вт обойдется в 210 баксов. На этой же новости сегодняшний выпуск подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь вы нажали эту кнопочку подписаться. Также хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто финансово поддерживает канал через платные подписки или донаты на Тинькофф. До скорого, друзья.